Приветствую вас господа, с вами Снова Рима, сегодня у нас продолжение нашей рубрики тест отрядов в игре под названием Bannerlord 2 Mountain Blade. Как вы знаете, мы завершили полностью кампанию, захватили весь мир в прохождении на реалистичном уровне сложности. К сожалению, по сей день не выходили никакие глобальные обновления, вроде бы там будут менять кардинально баланс игры и все такое, поэтому этот баланс, то что мы сейчас будем с вами смотреть, возможно будет отличаться через там полгода и все такое. Ну, так или иначе, я считаю, что в игре есть кое-какой баланс, но не совсем сильно, ну по кавалерии допустим, да, кавалерия она не такая сильная, как была в реальной жизни, если так посудить. Поэтому, сейчас мы опять возвращаемся к кавалерии, и у нас будет султанат Асираев, это их самые жесткие конники, это Асираевские фары с авангарда, но по броне и по мощи огневой они слабее, чем, например, катафракты, либо взять каких-нибудь конных лучников. Вот, ну так или иначе, у них есть хорошая скорость, и это самое главное. Против них будет выступать имперские элитные катафрактарии, это тоже шестого класса, тысяча на тысяче, посмотрим. Первое, что мы будем делать, возможно будет два теста, первое это просто F6 нажмем, и посмотрим, кстати, давайте здесь поменяем, хотя бы какого-нибудь конника, и все, у нас будет Манчук, вот, а у них будет Ратагост, его зовут. Так, степь, все как обычно, туда-сюда, аноу-ману, так, тип, командующий, да, я буду командовать, и я буду обороняться, и будет простая битва, не деревня, не осада, а битва. Погнали. Тест отрядов, посмотрим, кто кого шатнет, я просто нажму F6, я так понимаю, наши, это тоже нажмёт F6, кстати, стоит ли вообще ставить? А, у нас нет никаких бонусов, да, я даже не могу, я Alt нажимаю, я не вижу бонусов никаких. Ну что, ребята, погнали, F6, посмотрим сейчас, как они выдержат, не выдержат катафрактов, потому что, ну, в принципе, наши-то они намного быстрее, но они не такие уж прям бронированные. С другой стороны, у них есть дротики, которые они метают, и эти дротики прям очень хорошо пробивают вражескую броню. Ну, я думаю, что мы здесь не победим. Здесь надо вообще применять какую-то тактику. Так, пока мы побеждаем, смотрите, у нас больше убийств противника, нежели чем у врага. А теперь, когда они приблизились, в ближем бою, они начинают наших ребят добивать. И здесь мы уже проигрываем. Да. Какой у нас FPS? У меня FPS метр почёп это не показывает. Да, здесь мы проигрываем, как вы видите, полностью. По всей видимости, нужно применять какую-то тактику. Здесь прям как избиение, да. Полностью избиение. Они нас зажали, и всё. Выходим из боя. Отступаем. И начинаем ещё раз. Но уже с какой-то определённой тактики. Я постараюсь ей придерживаться. Я им приказываю, чтобы они шли за мной. Мне кажется, будет слишком большая толпа, конечно, пытаться идти за мной. Но можно было, конечно, разделить. То есть какую-то конницу отправить в лобовую атаку, чтобы они чем-то задерживали их. А другой конница, которую я буду вести, они бы могли бы их обстреливать в спину и всё такое-то подобное. Ладно. Насколько я знаю, у нашей конницы, это ассирайская конница, по 6-7 зарядов, кажется, да? Так, давайте сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, какой жёсткий обстрел идёт. Обходим их, обходим. Обходим. Так. Не выходим за пределами. Мы их прям жёстко обстреливаем и пытаемся уходить. Потому что мы имеем преимущество в скорости. Давайте за мной, за мной, за мной. Да, кое-какие, конечно, потери мы замечаем. Но очень сложно это происходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перехватили нас. А мы продолжаем уходить. Короче, кругами надо делать. Это как конные лучники. Но, скорее всего, они уже все дротики обстреляли. И, к сожалению, я не вижу. Ни одного выстрела с нашей стороны. Они нас просто бьют. Догоняют. Поднимаю щит, чтобы меня не ваншотнули. Ох! Нифига себе там кто-то... А, это дротик в мою сторону летит. Это дротик нашей кавалерии, скорее всего. Значит... Значит, дротики есть. Но я считаю, что эта тактика не совсем хороша. А вот были бы у нас конные лучники, а это стражники Хана. Они и в ближнем бою, и в дальнем бою. Просто всех превосходят. Все в атаку. Да, катафракты. Это катафракты. С ними никто не срывает. Это, кстати, генерал. Это, кажется, генерал. Но, мне кажется, быстрее убьют, чем я его попытаюсь добить. Хотя нет, смотрите, мы не так сильно прям проигрываем. Да, проигрыш идет, но перевес не такой сильный. От первого лица. Это наше. Да, придерживались мы какой-то тактики. Но, кстати, здесь мы уже чуть-чуть побеждаем. Ну, в общем, да, броня рулит. В этой игре сильно броня рулит. Попали в щит, а щит у него за спиной. То есть, в игре Mountain Blade 2 Баннерлова все зависит от того, где твоя броня находится. Если у тебя щит есть, и он у тебя за спиной, ты попадаешь в его спину, и ты попадаешь по щиту. Вот так вот это все происходит. То есть, фактически урон идет. Туда, куда ты попал. Хорошо. Да, катафракты жесткие. Они тоже, кстати, в ближнем бою мечом пользуются. Нас бы, наверное, стражники Хана бы уже давно с нами рассчитались. Прямо сразу же. Потому что у них есть двойная глифа, у которой сильный урон. И площадь атака довольно хорошая. Ну, слушайте, мы, походу, побеждаем. Я просто F6 под конец нажал. Что наши ребята, смотрите, некоторые и обстреливают. У них еще и дротики остались. Я не знаю, сколько у нас дротиков. Надо было потом навести мышкой и посмотреть. У наших отрядов сколько дротиков. Но я вижу прям, результат есть какой-то. Мы их добиваем. У катафрактарии самый опасный момент, когда он в тебя влетает. То есть он влетает в тебя своим весом. Своем. То есть копье уберет и все такое. Поэтому осиральская конница не так уж плоха, как это многие говорят. То есть они даже и в ближнем бою что-то могут. Что-то могут. То есть 6 класса, как и катафрактарии тоже. Да, у них проблемы с броней, защитой. И все такое. Но с другой стороны, это шанс есть. Какой-то, кстати, у них есть подкрепление. Подходит. И они влетают. И это может сыграть. Да, вот уже сыграло. Видим. Красный экран. Ну и наши тоже подходят. Скорее всего, из-за этого я вижу много дротиков. Потому что свежие силы подходят. Играю, кстати, без модификации. Без какой-либо модификации вообще. Тырин-тырин-тырин. Добейте их всех. Как вы думаете, кто победит? Мы? Или имперцы? Я бы еще хотел бы конницу одну проверить. Рейдеров. А это стургийский конец. Конница. Мы, в общем, ни одного не убили, да? Да, мы ни одного не убили. Кстати, мы можем на перевес как-то... Нет, у нас простое копье. Не перевес. Вот. Смотрим теперь у них... Сколько у нас вообще? Нас убили 694. Мы их убили 600... А, 498 уже. Да, мы проигрываем. Как ни крутим, мы проигрываем. Ну, в принципе, все. Понятно. Следующий тест, как обычно. Страж Хузаидского хана против элитных катафрактов империи. Ну, что ж. Кстати, давайте тоже опять поменяем. О, имперка как раз будет. А у нас будет... У нас будет... Манчук. Да, да. Сейчас будет избиение младенцев, потому что... Все-таки это самые универсальные войска. Я считаю... Именно стражи Хузаидского хана. Я даже поставлю автоуправление на F6. Сейчас они будут сами разбираться с имперскими катафрактариями. Имперские катафрактарии, как я уже говорил ранее, сильные в плане броне. Но... Наши хузаидские стражники ханов... Они... Хана, вернее. Они универсальные создатели. Смотрите. Сейчас в дальнем бою они начинают их обстреливать. Прям по-жёсткому. Пока вроде бы никого не попадают. Но когда в ближнем бою будет, они достанут свою двуручную глифу. О, уже попали. Смотри, смотри. Оттягивают, оттягивают их, оттягивают. И этой двуручной глифой они будут шатать всех подряд. Полностью. Пока у нас больше киллов. Так, оттянули. Некоторые, кстати, ввязались в ближний бой. Я попытаюсь показать вам, как это происходит. Вот, достали двуручную глифу. Посмотрите, что они делают. Шикалдык. Шикалдык. Посмотрите. Видите, что они делают? Просто. На-на-хер. Второго снял. Третьего снял. В общем, вот такие дела. Поэтому делаем опопрос. Мы захватили мир и все такое. Я планирую начать с нуля прохождение. С предысторий. За кого, ребят, проходим? Скорее всего, за Хузаита мы начнем с вами проходить. А вот предыстория. Какого бы... Вы бы хотели увидеть, да? Вот об этом сейчас пойдет речь. Напишите в комментариях, За кого бы играть? За разбойника. Торговцам мы... За разбойника мы играли. Может быть, какие-то лимиты. Может быть, какие-то условия. Начало. Либо еще что-то. Но, сразу говорю, в поздней игре будет сводить все к одному. Осады, захват. Осады, захват. Осада, захват. Все. Иначе никак. Даже мы пытались за торговца играть. Все равно в вас будет влетать. То есть без боев ты ничего не сделаешь. Вот такие дела. Ну, здесь понятное дело. Здесь мы побеждаем. Кстати, мечом можем. Интересно. Сняли его. Двуручный глифа. Это наше все. Смотрим, как они их снимают. Прям жестко. Мне кажется, все-таки глифу надо чуть-чуть понерфить. Хотя, возможно, некоторые со мной не согласились. Но это реально универсальный солдат. Смотрите, зеленый экран. В левом... А, в правом верхнем углу. Просто зелень идет. Слушай, давайте дадим себя убить. Чтобы свободную камеру увидеть. Ну-ка. И, конечно, у нас это получится сделать. Мы уже делали такие видосы. Про эти ханов. Вот, посмотри. Они... Вот. Они мечом даже... Они даже не достают мечом. А глифа просто убивает. Убей меня, пожалуйста. Убей. Давай. Добей. То есть он по мне уже несколько раз попал. В голову даже. Вот у мечей, мне кажется, все-таки такого урона нет. Как, например, у двуручного. Глифы. Тем более, и достает. Это очень хорошо они. Прям. Площадь урона жесткая. Все-таки, я думаю, разработчикам есть куда двигаться. В плане баланса. Реворка, можно сказать. Так. 10 урона дал, и он... Омер. Я жду выхода игры. Там уже будем с вами нюхать... Убей меня, пожалуйста. Спасибо. Там уже будем нюхать новые модификации, новые моды разных вселенной. Все-таки, я бы еще поиграл за Киевскую Русь. Как это в первом маунтонблэд было. Ай, было бы классно прям. Так, ну давайте в скорое время. Ну мы побеждаем. Они потеряли 650, мы потеряли 344. Чуете разницу? Прям колоссальная разница. Да, это чистая победа. Эти вот эти ребята. Однако, не думайте, что они топовые. Допустим, если... Хотя нет, топовые. Да, топовые. Если даже будет битва в деревне, где там много разных препятствий. Маленькое пространство, где развернуться. Они тоже бы победили. Мы уже с вами пробовали брать захват. Замка делать. И они захватывали замок. Без лошадей. Они захватывали замок. А вот такое дело, ребята. Напишите в комментариях, какого бы вы хотели прохождения. Ведь за маунтонблэд 2 Баннерлорд. И, кстати, скоро выйдет новое дополнение по Курсайдер Кингс. Где там Испанию доработали. Возможно, будет еще у нас прохождение. За Курсайдер Кингс тоже. Помимо Баннерлорда и других игр. С вами был все тот же Римас. Всем удачи. Увидимся с вами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok